В этом двухэтажном жилом доме на улице Стасова всего 8 квартир. У большинства жильцов, рассказывает старший по дому, нет вопросов по обслуживанию их внутриквартирного газового оборудования. Как требуется по закону, они заключили договор с соответствующими службами и раз в год, а иногда и чаще, их представители приходят с проверкой. Однако, как выяснили жители дома, одну квартиру газовщик обходит стороной. Он сказал, что с ними договора нету и типа я туда не буду заходить и не буду контролировать. Квартиры это муниципальные и живут здесь по договору соцнайма. По словам самих жильцов квартиры, проверки к ним действительно давно не приходят и договора нет. У вас с кем-то заключен договор на обслуживание газового оборудования? Тут газа вообще нет, он отключен здесь. У вас отключен газ? Отключен газ, да. А в связи с чем? Просто отключили? Давно уже, лет 10. Нет, лет 10. Ситуация Настасова вроде бы прояснилась, но вопрос людей по контролю за газовым оборудованием остался открытым. Что делать, если собственник квартиры не хочет заключать договор на обслуживание газового оборудования? В связи с недавними трагедиями в Магнитогорске и городе Шахты, где в многоквартирных жилых домах произошли взрывы бытового газа и погибли люди, вопрос жителей более чем актуальный. Чтобы все же разобраться, кто что и в каких случаях контролирует, люди обращались в управкомпанию, газовую службу и даже в мэрию. Получен, ну, в принципе, логичный ответ. Типа мне, как внимательно озабоченному жильцу, надо написать заявление в управляшку о том, чтобы они обеспечили доступ представителям газовых служб и, соответственно, участковому, чтобы попасть в квартиру. И они все проконтролируют. Но по мне это немножко нелогично. Это мой дом, 8 квартир, из них одна, типа, не проверяется, потому что у меня сомнения по поводу проверок. Вот, получается, смысл проверять каждый раз после всех трагедий 7 квартир, если одна не проверяется никогда. Как выяснилось, неважно, собственник ты квартиры или наниматель муниципального жилья, заключить договор на внутриквартирное обслуживание с газовой службой – твоя ответственность. Кстати, сейчас режим особой газовой бдительности действует по всей стране. В том числе и в нашей области газовщики совместно с сотрудниками МЧС регулярно проводят профилактические рейды и сообщают жителям о том, как избежать утечки газа и пожаров. Хотя попасть удается и не во все квартиры, говорят сотрудники тревожного ведомства, но такие поквартирные обходы все же считаются наиболее эффективными и проводятся ежедневно по специальным графикам. В приоритете места проживания так называемых групп риска. Обходы проводятся в многодетных семьях, там, где проживают одинокие граждане, граждане, которые ведут, скажем так, антиобщественный образ жизни. В свете последних событий, которые произошли в стране, также сейчас сотрудники МЧС активизировали профилактическую работу, призываем наших граждан крайне внимательно относиться к вопросам эксплуатации газового оборудования и при необходимости обращаться в газовую службу. Если же человек не пускает к себе проверяющих или не заключает договор на обслуживание, с ним должна работать управкомпания, ТСЖ или ТСН. Зависит от формы управления дома, но воздействовать на нерадивого собственника или нанимателя они могут лишь уговорами. Ведь управкомпания отвечает за газовое оборудование лишь на территории общедомового имущества, а дальше каждый сам за себя. Снимают с себя ответственности газовщики. Они уверяют, что не обязаны контролировать квартиры, не заключившие с ним договор на обслуживание. Однако в случае опасности для жизни людей по сигналу аварийку газовщики могут отключить конкретную квартиру от газа. О нарушителях, которые несколько раз не пустили проверяющих в свои квартиры, или тех людях, которые до сих пор не заключили договор ни с одной газовой службой, газовщики сообщают куда следует. Контролирующим органом у нас по соблюдению правил осуществления технического отложения является государственная жилищная инспекция. В такой ситуации мы ее информируем. У нас предусмотрена административным кодексом административная ответственность, и органам, уполномоченным рассматривать дела, является также государственная жилищная инспекция. В результате получается, что порвать эту цепь условно ответственных лиц очень просто. Достаточно кому-то вовремя куда-то не сообщить, не провести нужную беседу или не отправить куда-то какую-то заявку. В результате получается, та работа, которая сейчас ведется спасателями и газовщиками, не может гарантировать безопасности людям. Ведь неизвестно, все ли у ваших соседей в порядке с газовым оборудованием, и когда его проверяли на исправность. Может быть поэтому за последний месяц в стране произошло уже две чудовищные трагедии из-за взрыва бытового газа. Маргарита Махрова, Дмитрий Журавлев, 6 канал.